Не знаете, я просто очень коротко расскажу, но я профессор Масковского школы управления Сколково. Это не, мы их говорим, Сколково-товарное, Сколково-пассажирское. Товарное это, собственно говоря, государственный проект, который был инициирован в 2010 году. Есть школа управления, которая была создана на 5 лет раньше. И это не государственный проект, это частный проект, который большого количества ведущих бизнесменов российских, международных, которые решили сделать международного качества бизнес-образования в стране. Потом он постепенно развивался, государство его тоже поддерживает. Сейчас это, в принципе, и одновременно, и пространство, которое занимается, например, развитием университетов. То есть я сейчас работаю в Центре развития образования. Большие программы о переобучении ректоров и обучении новых ректоров, о работе с колледжами, профессиональному образованию и так далее. То есть на самом деле большой проект, но, чтобы сразу оговориться, это не то, где вот так далее. Потому что это другой проект, строительство Награда и фонд Сколково, который занимается инновациями. Я также являюсь профессором Буэнос-Айрского технологического университета. Это ведущий технологический университет Латинской Америки. И там как раз в том числе я преподаю темы, связанные с работой с будущим. Поскольку в одной из других шляп, под другой шляпой, которую я ношу, я как раз один из авторов методики Rapid Foresight. Мы ее создали в 2010 году. Я помогал запускать, развивать агент стратегических инициатив, но не изнутри, а снаружи, скажем так, как партнер, соратник. Мы запускали в свое время Foresight Float, Foresight Navigator, создали формат точки кипения своими руками, буквально придумывали, вешали. Была еще не та точка кипения, в которой сейчас можно приехать в Москву, это была предыдущая инкарнация. Ну и, собственно, тиражирование этого формата сейчас идет по всей стране. Я вчера был на открытии точки кипения в Екатеринбурге. Давно назревшее место, где надо было открыться. Ну и еще одна моя шляпа. Я сделал международный такой интеллектуальный центр или даже платформу диалога о будущем образовании, которая называется Global Education Futures, глобальное будущее образование. Там у нас активное ядро этой платформы в 15 странах, участвовали в наших проектах люди из более чем 50 стран. И, в общем-то говоря, очень многие вещи, которые я сейчас буду рассказывать, это не просто лекция о том, как что-то где-то устроено. Это попытка на себе вживую собирать вот это самое представление. А что же происходит прямо сейчас с нами? Почему в том числе вот то, что мы обсуждаем здесь, то, что происходит здесь, это важно для тех из нас, кто хочет проявлять лидерство, развивать свой бизнес или запускать какие-то проекты и так далее. Какие компетенции в связи с этим нужно иметь? Ну и в целом, в какой большой рамке или в какой большой ситуации мы с вами находимся? То есть, почему говорится про это развитие кооперации, про способность работать со сложностью и так далее. Почему это важно? Я попробую дать версию ответа. И что еще важно? И прошу к этому относиться в том числе к такому, в английском называется, work in progress, то есть, развивающемуся процессу. Ну и, в принципе, если что-то будет там непонятно, будет вызывать вопросы, есть ряд материалов, то есть, я сразу подчеркиваю, что это такой эволюционирующий взгляд, потому что есть ряд материалов, которые я и мои коллеги презентовали раньше, и просто я могу потом на них дать ссылки, их можно посмотреть, кто не видел. Ну и последнее, наверное, что хотел сказать, предваряющее, что для меня, в частности, формата коллективной работы, сборки видения совместно с сообществом, это очень важная история. Поэтому то, что я здесь буду рассказывать, это не мое личное мнение, скажем так, это моя попытка синтезировать то, что проявляется из этих коллективных процессов, некоторое, ну, консенсусное или, там, возникающее видение будущего и, собственно, тех вызовов, которые за этим стоят. Вот, ну, начну с короткой истории, которая, мне кажется, имеет отношение к тому, что происходит, в том числе здесь. Это фотография, которая 30 лет, 30 лет спустя, в этом году, я вернулся ровно на это место. Это Калуга, памятник, ну, в общем-то говоря, там, основателем космического движения, Солковский, Гагарин, там, капсула, как бы, имитация восхода. Ну, и это было во время чего-то, что было в советские годы аналогом Олимпиады ИТИ, сейчасшней. То есть, это был такой большой международный технологический конкурс на передовую тему. Вот, вот тут я стою. Как бы я в этом году я был, вот, это был 88-й год, и вот я четко понимал, чем я буду заниматься в жизни. Потому что было понятно, что Советский Союз, точнейшая страна, вот, с этим всем развивающаяся, предлагающая некоторую версию будущего для мира, а внутри ее проекта коммунистического, ну, все, что луганские считали, самое важное, это, собственно говоря, освоение космоса, других планет, распространение во всей Солнечной системе, и было совершенно четко ясно, что это вот будет самый такой важный тренд для 21-го века. Космонавтика и все остальное. Я четко понимал, что, ну, может быть, я не буду тем человеком, который там будет строить первую колонию на Марсе, но я хочу быть тем человеком, который создает условия, чтобы, собственно, эта марсианская колония состоялась и все прочее, значит, я тогда как раз на этом конкурсе там занял одно из призовых мест, получил там большой приз, там путевку в Японию, правда, не поехал на Малостюдет. Вот, но мы понимаем, что вот этот образ, что там такой юноша-строитель, значит, этих самых межпланетных станций, колоний на других планетах и так далее, это все накрылось медным тазом всего спустя три года. И мы понимаем, что случился довольно резкий переход к вопросу, да, о том, сейчас ли мы живем в мире стратегической неопределенности, или это, в принципе, свойство того, что с нами происходит, потому что огромное количество людей, которые создавали вот этот самый мир, инвестировали в него, вдруг обнаружили, что мир, в который они вкладываются, больше не существует. И вместо того, чтобы, ну, как бы строить станции на Марсе, нам нужно учиться, значит, работать на товарных рынках, ну, или на простых рынках, продавая мобильные телефоны, или даже там картошку. Вот, и довольно резкий переход, который, конечно, ставит вопрос о том, а что же произошло, и почему-то, в том числе такая страна с такими большими амбициями и так далее, вдруг, значит, столкнулась с чем-то, что привело ее, там, или-или разрушили, или сама себя разрушила, у них разные интерпретации есть, вот, к чему-то, что закончило этот проект. Вот, а сейчас, на мой взгляд, мы находимся с вами, в том числе, вот, в контексте этих всех научно-ноциальных и технологических инициатив, значит, вот этих всех десантов, технологов, клубов мышления, цифровых технологий, в каком-то смысле ситуации, ну, восстановления или, там, вспоминания этого пути, и, в том числе, попытки попасть в, вновь, в, ну, некоторые, там, претензии на лидерство, в том числе экономическое, и сказать, как мы можем собрать ту экономику, которая позволит нам стать лучшими в мире, делать лучший технологический продукт, там, экономика знаний, почему экономика знаний? Ну, потому что, на самом деле, сырьевая экономика, которая была магистральным путем развития страны в течение последних, там, полно, 20-25 лет, вышла на плата, ну, грубо говоря, увеличить многократно темпы вырубания наших лесов и, значит, выкачивания наших недр уже не получается. То есть, вышли на, там, дальше надо прямо совсем идти какие-то другие радикальные технологии применять, ну, и более того, на самом деле, это довольно печально с точки зрения стратегических перспективов. Мы, конечно, про это не думаем, но рано или поздно природа и ресурсы имеют тенденцию заканчиваться. Вот, поэтому экономика знаний, более того, на самом деле, к сожалению, здесь я люблю рассказывать историю, наверное, некоторые слышали про остров Нау, слышали такой? Знаете его историю? Фосфаты. А? Фосфаты. Фосфаты. Да, 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 вот эта вот история про... История про то, как в Тихом океане был такой, он и есть, островок, который был точкой остановки на пути миграции птиц, летевших из Северной Америки в Австралию. Вот они миллионы лет там останавливались и гадили. Вот. И продукт, в общем, их остановки на этом островке называется гуана, и это самое ценное удобрение, которое имеет крайне высокие результаты по фертильности. Поэтому оно очень востребовано, любая сельскохозяйственная компания будет рада его купить, любой фермера. И в 60-е годы они получили независимость в рамках распада Британской империи, и очень этому обрадовались, потому что они поняли, что есть ценный ресурс, который они могут продавать. Вот они его начали продавать, и обнаружили, что они очень богатые, у них в какой-то момент вырос, ВВП на душу населения был выше, чем в Швейцарии. Они имели остров Кромотный, он там может быть в два ркутска размером. У них было по две машины, по три машины на семью, они там на одной ездили на одну сторону острова, на другую на другую. Но потом, в какой-то момент, да, перестали производить пищу на этом острове, не было смысла. Они покупали самую дорогую, в основном, поскольку, опять же, ее надо было везти, не было там холодильников, то консервы. Приучили себя из консервы. Годы спустя сейчас эта нация с самым высоким процентом ожирения в мире. То есть, у них настолько нарушился метаболизм, они не могут это сейчас перебороться. Но при этом, значит, то, что произошло, что в какой-то момент, естественно, гуана кончилась. К этому моменту, и они вдруг обнаружили, что источника их богатства больше нет. А никаких альтернатив не было. То есть, к этому моменту они разучились работать. При этом моменту они, то есть, прошло примерно полтора поколения, они разучились работать, они разучились производить еду. Были уничтожены, ну, остров маленький, экосистема довольно хрупкая, был уничтожен лес, который там рос. То есть, у них, по сути дела, они находятся сейчас в ситуации, в которой никаких ресурсов для дальнейшего развития у них нет. Все съели. Там, одно время они попытались запустить эту тему с офшорными банками, раскачали деньги русских лафиозе. Эту тему быстро прикрыли. Потом они остановились на том, что сейчас они будут делать некий депортационный лагерь для нелегальных эмигрантов, непринятых Австралией. Ну, вот единственное, для чего, так сказать, Австралия им как-то что-то такую тему подкинуло. Вот. Но вопрос, потому что, конечно, что будет дальше с этим островом, с этой культурой и так далее, в этом режиме, ну, очень непонятно. И поэтому попытка, на самом деле, найти новый источник развития для территории, для страны, она всегда стоит довольно остро. Вот. Ну, а в нашем случае, когда мы, значит, вроде как там коллективно пытаемся это сделать, то у нас и есть по этому поводу такой большой уровень внутреннего стептицизма. Ну, любимая история, это вот этот мем про, как тебе такой Илон Маск, да? Ну, наверное, все видели, что еще ими такой. Вот тут плохо видно, но вот это, типа, автобус, значит, там у него такая деревянная дверь, тут вот эта, это тут лампочка, которую, значит, чтобы ее не выкручивали, ее этими, значит, этими, как-то вот, длиэвспедным замком закрывают и так далее. Ну, как бы, типа того про, ну, а это уже реакция Илона Маска самого, что он говорит, что-то у меня эти русские все время странные, как бы, эти, тегируют странных сообщениях, как тебе такой Илон Маск, что они все от меня хотят? Вот. Но это, как бы, вот один образ, понятно, потому что, как бы, ничего, они от него не хотят, они просто сами себе хотят сказать, что, в общем, у нас, конечно, есть люди, но они, в общем, делаются, как правило, странные. Вот. А второе, это, вот, ну, понятно, это вся история про нанотехнологии, про, значит, это самое, сколково-товарное, там, секретные военные разработки сколково, там, нано-палки и прочее, значит, замечательные истории, которые, на самом деле, сводятся к тому, как правило, если мы говорим про то самое сколково-товарное, что, ну, опять там, значит, сколково протестировали аэротакси, оно не полетело. Ура, товарищи! То есть, все очень радуются, потому что мы же опять себе доказали, что мы не способны делать сложные технологические изделия. Мы молодцы, молодцы, вот. Ну, и вот, куда это, в общем-то, нас ведет? Извините, опять я нажимаю не на ту кнопку. Вот. Непонятно, куда это нас ведет, потому что те, кто пытаются делать эти сложные технологические изделия, на самом деле пытаются вписаться вот в тот самый сложный, взаимосвязанный мир, который на самом деле нас окружает. Вот. А этот мир, он устроен по принципам той самой глобальной кооперации. Вот. Я так понимаю, что это здесь частично вчера обсуждалось, но просто чтобы, так сказать, немножко синхронизировать понятия, да, потому что вот, есть ли здесь люди без смартфонов? А у вас что, мобильный телефон? Вот, да, ну вот. Ну, еще есть такие люди, ну, да, как бы, да. Ну, мы понимаем, что в основном все сын, да? То есть, вот в этой большой университете все остальные сын. Соответственно, просто несколько примеров того, что такое смартфон. Например, смартфон – это в истории человечества самая быстро распространившаяся технологическая инновация, сложная. Что-то, как бы, это еще очередная точка на некоторой карте такого ускорения, проникновения технологических инноваций в наш мир, потому что предыдущий большой был интернет, он проникал там примерно 10 лет, 7-10 лет в развитых странах, чтобы охватить четверть населения. Там смартфон охватил четверть населения мирового за 7 лет. То есть, он, как бы, больше 2 миллиарда человек сейчас имеют смартфоны. И вот, когда мы берем такой, в принципе, кажется, простой гаджет, удобный, нам еще не нравится, камера что-то мало пикселей, там, значит, процессор тормозит. Сложнейшая, на самом деле, система кооперации поддерживает производство такой вещи. Как правило, если вот мы берем айфон, неважно какой модели, только для того, чтобы его собрать, работают... То есть, это не компания Apple на своих заводах. Это то, что называется экосистема, в которой сотни независимых компаний производят компоненты этого технологического решения. При этом, что значит независимые? Это значит, что они могут такие же компоненты продавать конкурентам. И они, кстати, это делают. Это часть принципов современной экосистемы. У вас нет полного подчинения, значит, в рамках производственного холдинга этих компаний головной. Они могут работать и с вашими противниками, назовем так. Тем не менее, значит, вот эта штука, совместно развивающаяся, вовлекающая сотни предприятий, многие из которых находятся в Китае, в Японии, в Индонезии, в Европе, в России, как видите, ни одного. В Северной Америке, где вроде бы находится компания Apple, меньшая часть их. И в этом смысле порядка 400 независимых компаний собирают Apple из компонентов. А если мы начинаем смотреть, откуда взялись материалы, чтобы эти компоненты производить, то мы обнаружим, у нас зажигается еще много-много других стран. Потому что и руда, кремний, значит, пластмасса и так далее имеют свои источники происхождения. Мы выясняем, что чтобы смартфон был произведен, на него работает, ну, половина населения планеты. По факту, так или иначе. Соприкасается с тем, чтобы, значит, смартфон был произведен. А наука, которая требуется, чтобы подобные сложности технологические изделия делать, это тоже уже далеко не национальный проект. То есть вот такой один из мегапроектов, которые развивают там некоторые следующие фронтиры нашего знания. Тут ничего не понятно, вы просто видите много-много, значит, этих точек и кружочков. Но на самом деле это карта, смысловая карта проекта «Картизм и человеческого мозга». Вот. И он выглядит так. Больше 120 эстетских групп, больше, чем там около 10 основных направлений, в котором они работают. И они объединяют коллективы более чем из 50 стран. То есть все страны Европейского Союза, плюс еще там страны-партнеры. И все эти страны работают некой синхронной логике, собирая цифровую модель человеческого мозга на цифровой платформе. Вот свои компоненты данных в единых протоколах, они соединяют, согласовывают и так далее. Сложнейшая система согласования интересов, процессов и так далее, которая рождается в сборке. В итоге модель человеческого мозга, позволяющая нам не только понимать, что происходит, но и, например, тестировать новые лекарства, или вот что будет в этом случае и так далее. У нас появляются сложные модели реальности, помогающие нам делать много тех самых технологических изделий. Когда мы... Извините. Опять я не буду кружевать. Когда мы смотрим на эти самые технологические изделия и спрашиваем себя, какова их сложность, очень интересный есть ролик, вот маленький кусочек из него, это когда чип того самого смартфона рассматривают под электронным микроскопом. Просто чтобы оценить вот эту сложность, да? Последовательно приближая, доходя до того самого состояния, когда вдруг становятся видны эти транзисторы размером 20 на 20 нанометров, вот, которые упакованы, которых там, значит, на этом чипе от 10 до 20 миллиардов. Таком маленьком чипе. Это, кстати, старые чипы. Потому что сейчас уже новые, значит, это уже 10 на 10 нанометров. Таких могут... Такие могут произойти только две фабуки в мире. Значит, все остальные уже фактически не способны с этим уровнем сложности работать. Дальше там еще следующий вызов, это вообще говоря уже, потому что мы выходим на уровень сопоставимости теми процессами, которые происходят на масштабе атомов. Ну, атомы, да, то есть там уже квантовые эффекты. Открытый вопрос, будет ли продолжаться в этом смысле вот это самое известное всем закон Мура к постоянному росту, удвоению производительности чипов, потому что мы упираемся в физические пределы нынешнего, значит, этого удвоения. Но сам факт, вот, если просто посмотреть, что такое современный чип, как он устроен, то есть сложнейшая архитектура, которую мы, я думаю, существует в мире, ну, реально очень небольшое число людей, которые могут понять, что это такое. В России таких, по сути дела, нет. Людей, способных проектировать такие вещи по, ну, несколько исследовательских групп, в основном, можно сказать, мы из этого вывалимся. А это, напомню сейчас, одна из самых массовых высокотехнологичных решений, охвативших весь мир, связывающих нас между собой. То есть то, что обеспечивают работающие эти чипы. Эти чипы, еще, что очень важно, они же производятся таким образом, чтобы надежно, устойчиво работать в миллиардах этих устройствах. Каким-то образом, вот, обеспечить, не просто способность произвести его, но произвести тиражируемо, предсказуемо и так далее. Вот это то самое элементы того самого сложного, что же я это все не на кругу нажимаю, того самого сложного общества, о котором мы говорим. И вот, когда мы спрашиваем себя, а можем ли мы в этом переписываться, а можем ли мы что-то подобное воспроизвести, как отдельная страна, Советский Союз же мог, говорим мы себе, да, но Советский Союз жил в другом типе технологического уклада, который был проще, чем то, что есть сейчас. И в этом смысле, ну вот это не мои расчеты, расчеты Петра Чедровицкого, но в принципе многие экономисты, как бы, подтверждают, что когда мы говорим о масштабе кооперации, требуемом, чтобы сложный мир развивался, поддерживал себя и продолжал существовать, то мы понимаем, что сейчас мы вошли в режим, который называется высокоиндустриальный режим. Если до этого, в середине 20 века мы жили в так называемых среднеиндустриальных формах, то там масштаб кооперации, который, ну просто количество видов деятельности, которые нужны, чтобы его поддерживать, для производства, например, ракет. Ну вот это несколько сот миллионов человек. А вот это просто две иллюстрирующих вещи, что вот, значит, это, опять же, все тут очень плохо видно, но это на самом деле карта передового научно-промышленного кластера начала 17 века. Давайте договоримся так. Если вопросы такие прям сутевые, то давайте в конце, потому что, возможно, что-то будет дальше отвечено. А если вы по ходу что-то не понимаете, хотите просто уточнить, то можно задавать. Давайте так уточним. Не то, что уточнить, зачем смысл дальнейшего роста, например, вот этих расхемов сложных? Можно же регулировать потребление, смысл этого этого никакого нет. Это отдельный вопрос, в чем смысл роста, в целом, роста сложности. У него есть несколько ответов, один это, ну, хорошо, давайте я запишу ваш вопрос. Хорошо, хорошо, я вас слышу. Это вы так думаете, что все регулируется? К сожалению, нет, понимаете? Вот, к сожалению, точно так же, как численность населения не регулируется. То есть нет никакого отдельного агента, который своей воле может ее регулировать. И, например, еще в... Так, мы с вами входим в режим дискуссии, я готов бы находиться в режиме дискуссии, но я бы хотел сначала изложить то, о чем я здесь планирую рассказать. Вот. Итак, вот ситуация, в которой мы находимся, с усложнением, в чем смысл роста сложности? Спасибо. Потому что я про это рассказывал отдельно и много, несколько лет, разных лекций, но просто сейчас мы это... Давайте сейчас немножко мы пропустим, потому что мы сейчас можем уйти в отдельную ветку обсуждения. Вот. Если, коллеги, вот это сутевой вопрос, но на самом деле предлагаю такие подвешивать, потому что они меня будут немножко тоже сбивать, я могу отдельно развернуть этот ответ на этот вопрос. Сейчас, я думаю, что мы просто пройдем эту логику, да? Я предлагаю их не просто подвешивать, а прорабатывать во время клубов, если они для вас важны. Нет, и кстати, я думаю, что там, если тут надо вот этот вопрос разделить на две части. В чем смысл роста мировой экономики? В чем, да. А, нужна ли она? Мы сейчас с вами поговорим. И... А в чем смысл роста сложности? Это отдельный вопрос. Но вот сейчас мы поговорим, что смотрите, мы с вами оказались в ситуации. Ситуация на самом деле не нами придумана, а мы скорее являемся ее получателями. И вот ситуация этого получения вот этого растущего сложного мира, мы дальше спрашиваем себя, мы часть этого? Что это будет определять, в том числе, например, на индивидуальном уровне, там, уровень нашего благосостояния, возможности получать передовые работки и разработки, обеспечивающие наше здоровье? И так далее, и так далее. То есть, на самом деле, это вопрос нашего включенности в то передовое знание, или там, те блага, которые вроде как вот эта цивилизация создает, ради чего это, собственно, и делается. Ага, опять не угадал. Вот. И вот в рамках научно-технологической глобальной кооперации, к сожалению, просто чтобы мы понимали наше место, мы как бы на самом деле мы это знаем все, но просто еще раз, чтобы себе напомнить, потому что мы иногда так начинаем забывать, что мы, в общем-то говоря, скорее не в числе передовых стран. Мы вывалились из него, и мы устойчиво висим в середнячках. Но в середнячке это не так просто, потому что там, грубо говоря, первые 10 стран определяют всю повестку. А все остальные, даже, может быть, там меньше, чем 10. Вот наше место, допустим, с точки зрения активности публикаций, ну там, индексов цитированности и так далее. Ну вот мы как бы потихонечку, благодаря, значит, этим самым научным нашим активностям вытягиваемся. Сейчас у нас там 12-13 место. Но это вопрос, то есть, как бы, есть те самые лидеры, которые от нас отличаются многократно с точки зрения, ну как бы, где гигалируется там 90% знания, например, по биотехнологиям, которые вроде как определяют 21 век. Ну, грубо говоря, 4-5 стран. Мы не в числе этих стран. С точки зрения технологического экспорта, чтобы принимать, да, ну мы сравниваем с экспортом там основных, собственно говоря, там топлива, продукция самая, если промышленного комплекса и так далее, мы обнаружим, что мы тоже не в этом. вот реалистично, собственно говоря, все наше настроение. Спрашивается это о чем? Это о том, что наша экономика сейчас, вот есть такое, очень хорошие работы по измеряющей сложность экономик, описывающие, собственно говоря, структуру экспорта. Ну, грубо говоря, там очень простая гипотеза лежит в основе этой идеи. Насколько разнообразен ваш экспорт и может ли кто-то другой делать то, что делается. Ну, грубо говоря, картошку могут выращивать очень многие, это не уникальный продукт. А вот создавать такие чипы, которые я показал, или часы швейцарского качества, ну, вот немного стран в мире. И, соответственно, вот это отличает то, что у них есть какая-то более сложная деятельность, и дальше по структуре экспорта можно, там есть свои ограничения у этого рейтинга, но мы по этому рейтингу вот примерно на 25-30 месте. Штаты, кстати, тоже не сложнейшие страны в мире. Есть более сложные, как раз некоторые европейские, типа той же Швейцарии, вот, которые более впереди. Что мешает вписываться? Ну, на самом деле много что, начиная с того, что мы просто забыли, как на самом деле работать на сложном технологическом производстве, и периодически я читаю там истории такие, больше байки, как там, типа, российское предприятие пытается по спецификации произвести там сложные технологические изделия современные. У него не получается. И люди предпочитают заказать в итоге в Китае, который может производить малыми партиями, дешево и конкурентно. Потому что там за это же время, за те 25 лет, пока наши олигархи делили нефть и газ, вырастла гигантская экономика знаний. Причем очень конкурентно и динамично развивающаяся. Это к вопросу о том, что с нами произошло. Некоторые слышали это высказывание Чубайса по поводу того, что все должны быть благодарны олигархам. Слышали такое лиственное выступление? Да-да-да. Но там был очень интересный ответ от экономиста Вячеслава Бенозенцев, который говорит, пока наши олигархи, собственно говоря, отделили существующие и работающие предприятия. И предприятие производится вероятно простой продукт. Китай выращивал новых глобальных лидеров. Это, собственно, отличие в пути. Потому что, на самом деле, у нас за те самые, мы, может быть, должны им благодарны быть, а, может быть, наоборот, задумываться о чем, собственно говоря, мы потеряли за те 25 лет, пока у нас основой экономики являлись предприятия, управляемые этими людьми. Но я сейчас не буду в этом уходить, но я хочу подчеркнуть, что, к сожалению, мы растратили компетенции, позволяющие нам быть частью этого глобального процесса. Но это только одна страна. Другая страна, конечно, это вопрос про то, если у нас культура работы, есть ли у нас репутация, которую надо долго нарабатывать. Что означает вот та регуляторика, которая не позволяет нам, например, нормально, значит, оформить патенты, заключать международное партнерство и так далее. Все время контроль, все время ограничения и так далее. Потому что, ну, и в конечном итоге, что такое этот геополитический фактор, когда есть постоянное ощущение, что, ну, страна, у нее есть глобальные амбиции, военно-политические. Но это начинает фонить с точки зрения того, что если человек хочет производить научно-сложные научно-технологические изделия или быть частью глобальной кооперации в науке, то огромное количество программ просто после 2014 года, после начала, значит, истории с Крымом было свернуто международных. И мы нас отключили от этих программ. Потому что, это непорядность, непредсказуемость. И это, конечно, серьезный-серьезный вопрос. И он говорит нам о том, что существует фундаментальное недоверие, причем взаимное, с нашей стороны и со стороны вот этого остального мира, в котором как раз разворачивается сложная цивилизация, которая нас отключает, отделяет от этого мира. То есть, аналог железного занавеса вновь существует, только теперь это барьер сложности, который мы не можем вписаться, в том числе используя культурные нормы, правила и способы управления больше соответствующих XIX веку. В XIX веке работали они классно, с первым не очень хорошо. На индивидуальном уровне отдельные компании технологические это умудряются преодолевать. То есть, они делают это последовательно, включаясь и делая сначала сравнительно простые задачи в сфере технологической операции. Им удается стать частью вот этих, назовем так, производства сложных изделий. То есть, я не знаю, если некоторые из вас видели лекции вступления Алексея Боровко, который занимается цифровым моделированием, делает проекты для Боинга, для БМВ, для многих именно крупных технологических компаний, он как раз рассказывает про то, к чему он пришел, но он приходил к этому 20 лет. И начинал он с того, что когда-то он делал очень простые задачки для поставщиков-поставщиков этих самых крупных технологических компаний. Постепенно, показывая уровень компетенции, ответственности и все прочее, он вышел в партнерство для того, чтобы ему разрешали его группе обсчитывать сутевые вещи, например, следующую разработку Боинга, проверять прочность корпуса и так далее. То есть, это такая вещь, которая критична. Безусловно, уже часть этой сложного глобального процесса, а если мы смотрим, как на самом деле производится Боинга, Боинга тоже не производится, как в Америке, Боинга тоже производится в реально, значит, система поставщиков, это больше сотни стран. Боинга тоже глобальный продукт. И любой другой на самом деле, кстати, и наши самолеты уже тоже перестали производить, только здесь. Так вот, это означает, что на самом деле к тому, кто хочет в эту глобальную кооперацию входить, нужен такой цикл испытаний, чем-то похожий на компьютерную игру, когда у вас на каждом следующем уровне усложняется сложность. тогда нарабатывается доверие. Но это такой ответ индивидуальный. Вот, если мы смотрим на самом деле, а у нас внутри страны-то люди умеют кооперироваться между собой в том самом науке, технологиях и так далее, то разные индикаторы, где находится Россия с точки зрения инвестиций как корпораций в научные разработки, институционную активность стран, внутри страны организации, индекс экономики знания, то есть способности брать и использовать знания в производстве. Мы довольно далеко, опять же, вот в этом где-то 30-е место с точки зрения внутренней операции. В этом смысле у нас нет исключительно проблемы общения с миром. У нас есть большая проблема общения друг с другом. Потому что я часто говорю, что Советский Союз, из которого идут наши опыты, способность производить сложно, но был более сложный в стране, сильно более сложный. С точки зрения вот этой самой системы кооперации. Сейчас мы имеем дело с разрушенным и пока не восстановившимся контуром общих целей, интересов, словаря, которые держат эту кооперацию вместе. Компетенции и так далее. И очень важный вопрос, я так понимаю, тоже здесь поднимался, вообще, что делать, если мы пережили, по сути дела, три или четыре раза обнуление прав собственности на этой территории, включая процессы последних двадцати лет, когда сначала прошла одна приватизация того, что было создано в рамках некоторого предыдущего общественного договора всем народу. Потом еще реприватизация, когда от одних перешло к другим по каким-то странным правилам и так далее. Что делать с тем, что у нас внутри нашей страны есть такое недоверие, и тогда, допустим, когда кто-то пытается выскочить из этой колеи, делая сложное технологическое изделие, все остальные отвечают чем? Мемасиками про секретные разработки Сколкова и как тебе такой Илон Маск. Мы только можем смеяться друг за другом в попытке выскочить в более сложную цивилизацию. Я говорю про то, что, как мне кажется, имеет место быть, как такая реакция, есть такая известная штука, которая описана рядом экономистов, называется эффект колеи. Слышал Алектор Раузан в частности про это пишет и выступает. Это про то, что на самом деле есть какое-то количество стран, которым удается удерживаться на высоком уровне доходов, развития и так далее. И большое количество других стран, которые, как они не пытаются, находятся в зоне вот этого низкого дохода. И перескочить другую группу им не удается. Вот эта колея на самом деле находится у нас в головах в момент, когда мы делаем репост этих мемасиков. Потому что мы соглашаемся с идеей, что мы не способны жить по-другому, чем являясь потребителями сложного, но не производителями. В этом смысле это открытый вопрос, а что же за ситуация у нас сейчас здесь, что за культура, которая вот эти культурные паттерны доминирующие ценности, которые, например, у меня любимый пример, значит, понимаете, вот наш новатор это Кулибин. Это наш герой. Кто такой Кулибин? Ну прекрасный там самолучка, как мы знаем, который делал механические чудеса, вот эти самоходные коляски и все прочее. Но важно, что вообще-то говоря, он, конечно, молодец, делал сложные технологические изделия, но они никак не повлияли на ход развитие технологий в нашей стране и в мире. То есть он в этом смысле действительно выдающийся экстремум, тот самый левша, подковавший блоху, но когда левша приходит с технологическим решением и говорит, не надо ружья кирпичом чистить, передайте государю и так далее, его не слышат. И в этом смысле у нас все в технологическом развитии про вот такие уникальные, нетиражируемые, может быть, очень выдающиеся решения, которые дальше непонятно куда, как собственно сделать массами, как сделать так, чтобы благодаря этому мы находились в другом положении. Ну и конечно там, когда мы говорим про доминирующий паттерн поведения управленцев в этой ситуации, он определяется совершенно другими вещами, они не понимают о чем идет речь, потому что на самом деле управлять гостиницей, баней, рестораном, нефтеколонкой, безоколонкой или там нефтеперерабатывающим заводом даже, проще, чем управлять распределенной системой множества независимых игроков, порождающих сложные технологические изделия, того и того уровня сложности, про который я говорю. Они этого не видят, не понимают и плюс к этому не доверяют ни себе, ни другим в том, что этот мир удастся удержать. Ну и как следствие, например, это вопрос о приоритетах. Ну вот парочку просто иллюстраций. Одна из них вот эта. Не знаю, знаете ли вы конкретно этот стадион? Те, кто смотрел чемпионат мира, может быть, его знают. Саранский. В Бордовии? Да, в Бордовии. Да, да, да. В Бордовии. Четыре игры было сыграно чемпионатом значит на этом стадионе, после чего он, конечно, ну, наверное, какие-то игры будут там происходить. Наверное. Водное поло. Да. Вот. Так вот, вот этот весь, вот этот стадион стоил один, один стадион в полтора раза больше, чем вся программа вот этого замечательного стандартологической инициативы по всем направлениям инвестиций, а программа предполагающая, что она должна значит сдвинуть нашу страну в новое состояние, в эту самую экономику знаний и так далее. Поэтому, когда некоторые говорят, что вся, значит, наша инновационная активность это кружок радиолюбителей на нефтеперерабатывающем заводе, вот, я думаю, что у этого есть какое-то, в общем-то, наверное, смысленное самое, потому что, понятно, это просто иллюстрация, иллюстрация того, каковы на самом деле приоритеты элиты. Вот оно, кольцо всевластия. Кольцо всевластия, да. Но палец не надо найти. Вот. Но надо сказать, что это, я тут не считаю, что наша такая элита уникальна, просто чтобы вы понимали, а приоритеты мировых элит, они как-то... Ну, конечно, мировые элиты, они там другие, они умеют говорить правильно, значит, там, костюм у них из чуть более дорогой ткани, там, и прочее, прочее, да, но при этом, вообще-то, говорят нам тоже странные вещи. Потому что, когда мы смотрим на военный бюджет, Россия находится в тройке стран- лидеров, значит, по расходам на военное вооружение, но сильно-сильно отстает и от Китая, и от США, если мы смотрим, там, на самом деле, еще несколько стран вполне сопоставимых с нами по уровню расходов. А я прошу прощения, а если процент от ВВП, мы даже перегоняем США? Ну, мы, наверное, чуть побольше, да. Ну, наверное, где-то так пропорционально. Вот. Но интересный расчет, который сделала Организация Объединенных Наций, который мне просто очень многое говорит о современном состоянии мира. Расчет такой. Они бы считали, что если мир, вот эти вот страны, перестанут тратить военные бюджеты свои в течение восьми дней, на восемь дней заморозят, восемь дней, то можно двенадцать лет обеспечить всю молодежь мира бесплатным качественным образованием. Восемь дней, да? Двенадцать лет. То есть, вот, собственно говоря, ну, чем-то похоже на этот стадион, но только в глобальном масштабе, да? Хотя, конечно, ну, как бы некоторые говорят, ну, угрозу глобальной войны это никто не отменял, и поэтому пока мы инвестируем, значит, готовимся нашими сверхсовершенными вооружениями удерживать эту угрозу друг от друга, то мы, ну, на самом деле, тут непонятно, что мы, потому что с одной стороны вроде как есть эти известные выражения по поводу «хочешь мира, готовься к войне», да? А с другой стороны мы знаем, что ружье, висящее на стене, в третьем акте стреляет. Вот. И когда, значит, у нас очень много вооружения накапливается, то периодически нужна малая победоносная война, чтобы его сбросить и так далее. А малые победоносные войны могут оборачиваться большими и очень непобедоносными. Ну да, в 14-м году все поиграли. Да. И вот поэтому, на самом деле, вопрос, что значит для нас, как бы, это обещание, что, которое мы периодически слышим по телевизору, что мы засыпем, значит, ядерным пеплом, там, города Северной Америки, они, между прочим, точно так же, наши города засыплют не менее ядерными. В общем-то, наверное, это не тот самый путь, которым нам, как цивилизации, стратегически хотелось бы двинуться. Но это только часть вопроса, потому что, на самом деле, главный вопрос, это, собственно говоря, не имеем ли мы дело здесь с симптомом чего-то большего, что, на самом деле, разворачивается вокруг нас, как проблемная ситуация, где мы, на самом деле, в основе, имеем дело с этим глобальным недоверием друг другу. И о чем это нам говорит. И, в том числе, к вашему вопросу, что это мы тут за сложность такую воспроизводим? Нужно ли нам эти чипы громоздить друг на друга? Нужно ли нам, например, делать так, чтобы люди очередной iPhone, значит, еще более совершенной модели покупали у нас через следующие полтора года, причем, что этот у них прекрасно работает, но в него годится сознательно замедление софта, чтобы люди, значит, знаете, Apple, там, большой скандал, когда Apple специально, значит, программно затормаживал процессор. Процессор был слишком совершенный, но смартфоны не продаются. И в этом смысле часть консенсуса, конечно, мирового, уже не нашего. В том, что договорились, вот понимаете, что у нас такая игра в мировую экономику, ведущая нас к наращиванию сложности ради того, чтобы, ну, чтобы не выебать, возможно, ради того, чтобы, значит, у нас было, как бы это считается, обеспечивать больше материального процветания всего миру, но в итоге, куда это нас ведет, пока такой открытый вопрос. Вот. И что мешает нам кооперироваться самим в этом все? Вот, я думаю, что одна из историй, которые нам мешают, это та самая травма коллапса сложного общества, когда мы помним, что мы когда-то это умели делать, но забыли, потому что, значит, общество, в котором мы это делали, оно больше не существует. Вот. Насколько мировое общество в этом плане, значит, с его порядками сможет удержать свою сложность, тоже вопрос открытый. Вот это фотография из Франции, кстати, сказать, я там был ровно в эти дни, там все не так плохо, то есть там нет ситуации перманентной военной, значит, публики с полицией, там есть протесты в некоторых странах, у французов вообще протестная культура, у них это как бы принято, была в нем некоторая радикализация протеста, но она была довольно локальная, она была в основном Парижа, в других городах нет. Но сам факт того, что им удалось вот этими протестами продавить Макрона, который, в общем-то говоря, его целью было на самом деле решить часть мировых проблем, продемонстрировав, что они могут это решать, они пытались с налогами начинать сдвигать тип потребления людей в сторону более экологичного. С этого все началось, они повышали цены на топливо, стимулировали, значит, переход там на более экономичные автомобили и так далее. он просто сказал, нет, мы не хотим, нам наш кошелек ближе к вопросу о том, а кто этот консенсус поддерживает. Да каждый из них точно так же поддерживает ситуацию, что они хотят. Рабочих мест, увеличение своих доходов, что Франция была лидером и так далее. Их не волнует, при этом Трампа еще меньше волнует. С пониманием при этом их самими механизмами, то есть, демократия есть, и она позволяет выражать мнение, но при этом понимание сложности мира реально не очень высокое. То есть, все знают историю про Брэкзит, да, и как, значит, там проголосовали англичане, потом они проснулись на следующий день, после того, как они проголосовали за выход из Европейского Союза, фонд упал в полтора раза. Они вдруг обнаружили, что они в полтора раза беднее. После этого, значит, в гугле начали появляться запросы, что такое Европейский Союз. Ну, то есть, люди как бы, стали разбираться за этим числом, потому что что-то пошло не так. Вот. А сейчас, значит, попытка переголосовать, потому что стало ясно, что, ну, грубо говоря, информируя, в основном голосовали люди с невысоким уровнем образования, в основном с сельской местности. Они были более вовремя в образование, чем образованная молодежь там или средний класс в городах, который больше страдает от этой всей истории. А голосовали они в основном из соображений, что Европейский Союз приводит много нелегальных иммигрантов, или легальных, но мусульман. Выясняется, что и то, и то не имеет никакого отношения к каналам, значит, то есть, мигранты поступают к другим каналам. Каналам, в основном, связанным с бывшей Британской империей, никак не связанным с Европейским Союзом. То есть, канала сохранятся, а эффект выхода из Европейского Союза потеряется. Поэтому там сейчас переголосуют. Но это просто еще одна иллюстрация, что вообще-то говорит с демократией. Тоже все не очень хорошо. И со сложным миром ему эти институты плохо соответствуют. Там, в США еще более тяжелая ситуация, потому что у них сейчас по факту идет холодная гражданская война, которую мы все, значит, с удивлением наблюдаем, когда, значит, травм постоянно боюсь внутренними медиа, но про этот скандал слышит весь основной мир. Я думаю, они плохо понимают, насколько они с точки зрения там стран, которые имели некоторый образ, что великий США, значит, как лидер демократии и так далее, сколько они сейчас это разрушают. Но обратной стороной является то, что к... вот эта цитата из гарвардского историка Нила Фиргинсона, он недавно, там, месяц небольшим назад, опубликовал статью, где он говорит, что если так дело будет продолжаться, то в 2020 году в США начнется уже горячая лиржонская вода, реальная. А последствия дону скажут, ну и вероятный противник, могут у нас сказать, ну и фиг с ним и так далее. Это, конечно, может быть да, но проблема в том, что этот вероятный противник, это одновременно основная резервная валюта нашего мира сейчас, это основной донор всех крупнейших международных программ, в том числе ООНовских, поддерживающих собственно эту глобальную связанность, да, они это делают в своих интересах, но извините, пока никто другой этого не делает вообще. И поэтому это вопрос, что если на самом деле начнет сыпаться США, нам всем мало не покажется. Там, нравится нам это, не нравится, но такова сейчас ситуация. То есть я не то, что агитирую, говорю вот так далее. Мы не прошли ситуацию, в которой у нас появились другие системные игроки, готовые взять ответственность за развитие планеты. Вот. И в этом смысле мы наблюдаем с вами на самом деле похожий процесс, подбираемся к нему, и надо его, там, либо мы его проскочим, либо не проскочим, который случился и с Советским Союзом, а до него с большим количеством разных империй других. Это процесс внутреннего коллапса сложного общества. Есть такой следователь, Джозеф Тейнер, который как раз ровно 30 лет назад, в 88-м году в его книжку «Каллапс сложных обществ», так и называлось. И он там показал, что сложные общества разрушаются не из-за противоречий с внешней средой, как правило, а именно из-за внутренних противоречий. То есть они разрушаются в первую очередь потому что они сложные. Уже наращивание сложности ведет к разнообразию и к наращиванию внутренних противоречий. Очень часто там культурные паттерны и так далее. А, ладно? Все, спасибо большое. Я не знаю, где она. А, вот, прекрасно. Спасибо большое. И в этом смысле и Советский Союз, и Древний Рим, и огромное количество других империй прошли по одной похожей траектории. Они наращивали значит, свою сложность общества, пока это давало эффекта, в какой-то момент они перескакивали через барьер результативности этой сложности. И дальше, ну, например, с Римской империей это было бы в пределы ее экспансии, дальше которых она просто не могла вести эти завоевательные войны, но поддержание внутреннего порядка приходилось инвестировать очень-очень много. Например, для того, чтобы кормить вот этот самый Древний Рим, в котором жило больше миллиона человек, надо было построить сложнейшую систему снабжения зерном из Древнего Египта. Вот там три ремы через весь плавали через Средиземное море, там сложная сложная система поставок, которая позволяла каждый день кормить миллион человек, живших вдалеке от источников пищи. Вот. Там сложная система поставки воды, вот те самые опредуки. Как только Римская империя распалась, в течение меньше, чем полутора поколений они потеряли эту компетенцию. То есть уже через 50 лет они не могли построить окредук. Окредук это такая штука, я не знаю, некоторые, может быть, видели, ну, в жизни, как это. Некоторые эти окредуки просто стоят до сих пор, 2000 лет спустя, да? То есть это у вас идут желоб, который идет от ледников примерно там 200-300 километров аккуратненько с наклоном, который, собственно говоря, там 1-2 градуса, чтобы водичка все время текла, оно примерно с равной скоростью, до причем рельеф-то все время меняется, причем очень сильно они строят, сложнейшие многоуровневые мосты, чтобы, значит, продолжало к виду пить и так далее, до там этих городов, где вода потреблялась. То есть сложность этих инженерных изделий мы смогли воспроизвести, повторить только к концу 19-го века. Вот это часть того знания, которое было утеряна. Когда империи сыпятся на самом деле, вот те империи, которые наращивают себя и так далее, это называется проблема самоорганизуемой критичности, или соломинки, ломающие спину верфюта. Ну, там, известные эксперименты, когда, например, вот, знаете, как это, на морском берегу мы там водичку берем, так вот, песок, и в какой-то момент она растет, растет и обрушивается. То есть, на самом деле, у сложной системы есть предел сложности, которым она удерживается. После чего она коллапсирует. Это называется самоорганизуемая критичность. Вот, это очень сложная математика, и в конечном итоге ответ такой, но это стахастический процесс, мы не знаем, в какой момент оно посыпется. Какая конкретно песчинка сломает эту самую спину, неизвестно. И предсказать практически невозможно. Поэтому с этим вообще работают совершенно по-другому, потому что это та самая теория хаоса, работа со сверхсложными системами, работа с ними надо по-другому. Но, если говорить про то, как работают живые системы, в том числе общественные системы, они вообще, так говоря, отличаются от кучи песка, кучи зерна и так далее. В какую сторону? В сторону того, что они на самом деле те самые сложные системы. То есть, они обладают способностью к рефлексии, к осваиванию чего-то, что поддерживает вот эту самую внутреннюю сложность развития. И в этом смысле они обладают способность не только посыпаться, но и перейти на другой уровень сложности. В момент, когда они сталкиваются с тем, что называется эволюционный кризис. Это вот из работ двух системных мыслителей, Эрвин Ласпл и Эрик Янш, такая схема, где они говорят о двух типах эволюции. Что один тип эволюции это вот такой дарвиновский, когда там виды или система нащупывает вот этот оптимум, у нас все более-менее стабильно, а в какой-то момент все начинает входить в сильный расколбас. Это более системный закон. Так работает эволюция в целом. Она работает в этих двух режимах. В режимах нащупывания, когда более-менее устаканилась ситуация, вокруг некоторого оптимума, и в режиме резких переходов, скачков, которые, как правило, завершаются скачком сложности, ростом сложности. Так, например, происходила эволюция биосферы в целом. Причем довольно драматично там были масштабнейшие вымирания, когда для того, чтобы на этот новый уровень сложности скакнуть, 90% существующей биосферы вымирал. Видов не и так далее. Но те, которые оставались, они в итоге, например, как в этом самом известном вымирании, которое, собственно, произошло в момент, когда сине-зеленые бактерии фактически загадили окружающую среду источником своей, ну, побочим продуктом своей жизнедеятельности, а именно кислородом. Родилась кислородная атмосфера, был мощнейший перезагруз всей биосферы, после чего родились позвоночные и еще много кто. Вот. То есть, вот этот скачок происходит, можно не допрыгнуть. То есть, есть ситуация, что если система недостаточно сумела набрать потенциала этого перехода, она обрушивается в катастрофу с, как правило, с разрушением. Вот. И на более локальном уровне отдельных, например, экосистем, которые исчезали полностью, или обществ, которые коллапсировали, это периодически происходило. То есть, в этом смысле задача перепрыга, она стоит. И когда мы смотрим на то, что, вот я вам начал рассказывать про эту ситуацию, там, разбирающийся в миропорядке и так далее, кто возьмет ответственность. На самом деле, это кусочек истории про переход к новому, возможно, к новому гегемону, там, который может стать Китая. Может быть, к какому-то другим правилам игры, которые будут там разделены между крупными игроками. То есть, мы в любом случае наблюдаем большой конфликт, который может, на самом деле, обрушить наше общество в печальном направлении. Но это, на самом деле, не самый системный конфликт, потому что есть более серьезный. То есть, более серьезным, например, является вопрос вообще о несоответствии систем управления, там, финансово-экономическое, ваш вопрос про то, а что нам делать, нужно ли продолжать наращивать это в таком виде. Я думаю, что тут есть две разных вещи. Одна это про, собственно говоря, наращивание сложности как таковой, которая есть эволюционный процесс, и про то, как это делать, и чем, и какими следствиями, и ради чему. Возможно, не в чипах все дело, и возможно, даже не в продаже смартфонов как таковых. И в этом смысле наращивание систем управления, способных с этой сложностью справляться, это главный, один из важных очень перекодов. А что это означает? Это означает масштабнейшие политические кризисы по всей планете. Это означает масштабные финансово-экономические кризисы по всей планете. Когда станет ясно, что, например, нынешняя вообще система валют не соответствует тому, что регулирует современное общество. Что валют не может быть одна-две резервных, и должно быть, например, сто или двести. Причем они должны быть уже цифровыми. Допустим. Я не говорю, что это пренепременно все пойдет в крифтовалюту, но это, по крайней мере, такая заявка, понимаете, на то, чтобы нащупать другую способ сборки мировой экономики в соответствующей сложности 21 века. Там впереди еще целый ряд других вызовов. Есть, например, вызов антропности, когда мы говорим, о чем мы будем делать, когда, скорее всего, если мы, мудай, проскачем через это, то мы будем вынуждены часть системы принятия решения в обществе делегировать сложным машинам, способным абсорбировать все разнообразие вокруг нас, то есть те самые искусственные интеллекты, ну, там, в одной из вариантов это тот самый китайский проект, когда идет наблюдение за всеми, рейтингомирование и так далее. Это не единственный, не магистральный путь, но, возможно, это один из путей. Он поставит вопрос, а что делать, что, если, значит, это эти самые системы, которые наращивают компетенцию, становятся настолько разумными, что мы обнаружим, что они способны в силу интеллектуальную, например, работу выполнять лучше, чем мы. В чем это может произойти очень быстро. Происходит по некоторым секторам уже сейчас. Вот этот кризис антропности, когда мы вдруг обнаруживаем, что есть другие виды разумных существ на нашей планете, которые, ну, как бы, более мощны, чем мы, это может быть еще один большой кризис. А самый серьезный кризис, про него я сейчас скажу, на мой взгляд, он окончательно проявится примерно в течение 30-40 лет, но момент, когда он проявится окончательно, когда мы обнаружим, что, собственно, у нас случился кризис планетарного дисбаланса, действительно, по-настоящему влияющий на нас, к сожалению, становится очень уже плохо. То есть, потому что планетарные системы, не человеческие, а естественные, развиваются, эволюционируют и перестраиваются настолько медленно по сравнению с тем, что с нами происходит, что если они зайдут в эту зону, ну, когда они действительно начинают сыпаться, то с этим уже будет делать мало что возможно. А то, что сыпется, на самом деле, ну, и да, это, собственно говоря, вот сценарии того, в которых по-другому про это можно говорить, что, на самом деле, мы имеем дело по большому счету с двумя критическими вопросами, или двумя потолочными горлышками в ближайшие 30-40 лет. А причем сейчас тут происходит. То есть, мы вот, вопросы, там уже не вопрос просто о научно-технологической кооперации, не вопрос о том, что вписаться в сложный мир, что сам сложный мир, который есть вокруг нас, это вот опять же к вашему вопросу, он вообще-то говоря работает по правилам, которые ведут, вероятно, к его коллапсу. И поэтому нам придется коллективно его в какой-то момент начинать пересобирать. Причем это не там, где-то кто-то, будет принимать решение об этом, а это везде он должен начать пересобираться. И это на самом деле вопрос, управляем ли мы сложностью в развитии этого мира, и можем ли мы создать мир, который работает и на нас, и на планету в целом. Вот. Вот часть иллюстрации, собственно говоря, происходящего связана с тем, что это вот следование, которое делается Докгольмский институт устойчивого развития, они попытались определить девять основных измерений, по которым можно сказать, что, ну, как бы, человечество существует в границах, которые позволяют нашему виду сохраняться и процветать. Вот. Потому что мы раньше автоматически воспринимали природу как данные, знали, что всегда можно выбросить мусор, его переработают, там, ну, потому что весь мусор, который у нас был органический, знали, что всегда там есть ресурсы, которые мы оттуда можем взять. В какой-то момент настало очень много, мы стали оставлять заметный след на масштабе планеты. И в этот момент там все сейчас говорят климатические изменения. Климатические изменения вообще не являются серьезной проблемой. Потому что они вот находятся в зоне ну, условно, желтой. В этой матрице они выделили девять параметров, по которым, собственно, ну, там, будущее нашего вида вообще как бы может предвидиться. А вот есть несколько направлений, где у нас действительно все очень плохо. И про них практически не говорят в массовой литературе, в прессе и так далее. Они немножко сложны для восприятия, но это на самом деле те вещи, которые на самом деле определяют, что там у нас нарушилось. Ну, вот они, например, связаны с тем, как нарушились биохимические циклы по основным веществам, поддерживающим жизнь на планете. Там фосфор, азот. Ну, чтобы понять, что происходит, значит, вот если у вас аквариум, дома есть, там рыбки в него гадят все время, да, периодически надо водичек подменять. Вот. Вот смысл в том, что примерно такой же логики, значит, накопление азота происходит в тех системах, где он там, вымывание из тех, где он нужен, накопление там, где он не нужен, условно говоря. И нам надо как-то это все начать перебалансировать. Потому что мы сельским хозяйством вообще сильно жизнедеятельностью разрушили нормальный цикл циркуляции азота в биосфере. Нам неоткуда подлить мировой океан водички, чтобы подменить эту воду. Понимаете? С этой планеты. Вот. Еще более сложная проблема случается в том, что разрушается кинетическое разнообразие биосферы, поддерживающие собственно все остальные системы. Биотическое регулирование, я сейчас правильно скажу, это собственно основа того, почему у нас планета не замерзает, не превращается в Марс и не скатывается ситуация, когда она как Венера, закрытая облаками с температурой 400 градусов в день, какая жизнь, кроме очень специфических типов бактерий там невозможна. А сейчас темп умирания видов примерно в тысячу раз больше, чем в том, как они вымирают естественно. И вот на самом деле исследования, которые ведут международная группа, одни из ее лидеров живут в Питере, физики, которые разрабатывают теорию биотической регуляции, но на самом деле небольшая международная группа там со всего мира. И вот они сформулировали идею, что вообще-то говоря, природная для жизни, пригодная для жизни окружающая среда создается и поддерживается естественными, сложно организованными биотами, то есть природными системами, которые компенсируют любые нарушения окружающей среды, если они сами способны это делать. Если у вас лес достаточно сложный, он способен абсорбировать, переработать, выдать правильный состав атмосферы и так далее, температуру и так далее. Например, это поведение так называемых дождевых лесов или тропиков, которые в том числе поддерживают определенную стабильность климата. биотическая регуляция происходит через функционирование всех живых организмов совместно входящих в экологическое сообщество. И вот что важно. Важно, что величина потоков обрабатываемых естественной биоты на 20 порядков, то есть число единическое с 20-ю нулями превосходит сложность созданной человеком техносферы. И технологический аналог биотической регуляции в обозримом будущем невозможен. И поэтому когда начинают вымирать пчелы от нашей деятельности от пестицидов, а это подтвержден уже научный факт, что пчелы вымирают, а это основные опылители, ну как бы с одной стороны что нам с этим делать, потому что 90% биомассы это как раз растения, они как раз поддерживаются опылителями. Ну компания Амазон говорит, ну не проблема, мы будем продолжать, мы просто наделаем много дронов, они будут опылять. Во-первых, сколько дронов нужно, во-вторых, есть ли это проработанная технология, ну ее пока нет, и что самое важное, что вообще-то пчела это продукт, миллиардов лет эволюции, а что там неопыляет этот самый дрон, это такой прям активный вопрос. И на самом деле мы вторгаемся в сутевые процессы сейчас, не понимая их, то есть это чем-то похоже на ребенка, который впервые разбирает, ну например, компьютер, или разбирает даже часы сложно устроенные, то он нарушит, что собрать обратно он их не может, потому что он не понимал принципов их работы. То есть будильник все, наверное, в детстве кто инженеры разбирали, не знаю, кто из вас потом сумел собрать работающий будильник обратно. Вот сейчас мы наблюдаем то же самое на масштабе человечества. И в каком-то смысле вот этот биосферный или планетарный, кризис планетарного дисбаланса, я считаю, что все предыдущие, это способность договориться о более распределенном управлении мировой экономики, способность создать новые институты управления, которые координируют нас адекватные к тому степени сложности, которые мы имеем, способность принять, что мы часть вот этого мира, в котором есть и другие разумные существа, даже, может быть, не биологической природы. Это все-таки подготовительные тесты перед выпускным экзаменом. А вот выпускным экзаменом является наша способность пройти через эту планетарную кризис. И в этом смысле мы ближайшие, большая часть здесь аудитории доживет до ответа на вопрос прошли или нет. И либо мы все с вами, коллеги, обнаружим, что вообще-то говоря все эти игры в технологическое лидерство одной страны над другой вообще перестанут иметь смысл, потому что вообще-то говоря речь идет о выживании нашего вида на планете. И не очень важно какого он цвета кожи и так далее, потому что в принципе нас не будет еще большого числа других. Тогда не важно в археологических раскопках, которые будут производить миллиарды лет спустя инопланетяне, какую из цивилизаций они признают самой развитой. И тогда вот вопрос, что на перед нами на самом деле начинающийся уже, вот дней уже, вот это бифуркация, то есть развилка. Развилка между будущим, в котором происходит срыв и коллапс сложности, сложности цивилизации, поддерживающей себя. Здесь я немножко пропускаю тоже аргумент, потому что там есть еще вопрос, что и система производства пищи, например, с этим связаны. Это тоже часть этой игры. Но наш вид просто банально может исчезнуть. Тогда это вообще не вопрос того, сумели ли мы договариваться о производстве конкретного энергетического изделия или еще чего-то. Потому что вот об этом ставка. Либо мы сумеем пройти в будущее, в котором мы этот каскад эволюционных рисов преодолеваем. Дальше вопрос, а как в него пройти. И вот здесь мы предполагаем, что те самые мышления и те самые вопросы, ответы на вопрос, что собирается и зачем, они определяют все остальное. То есть на самом деле нам нужно каким-то образом картину мира, способы мышления, ценности, способы поведения, модели управления перезапустить. И перезапустить из такой логики, когда мы говорим, а мы можем попасть в это будущее? А какие у него свойства? И дальше мы это будущее начинаем проращивать в настоящее. Мы уже сейчас начинаем его притягивать, увеличивая его вероятность. То есть мы не пытаемся построить коммунизм для следующих поколений ценой существующих. Прямо сейчас. И новый сложный устойчивый мир по всей видимости гораздо больше похож на живое. Он больше похож на органическое, он больше похож на эти экосистемы, но экосистемы, включающие и человека теперь со всеми его результатами деятельности, и ту самую машинно-технологическую сферу, техносферу, как часть этого процесса, не противостоящую и не забирающую от него, а включенную, связанную с ним. У этого, например, есть определенные принципы договоренности. Как об этом договориться? Например, признать, что новый устойчивый мир предполагает монету для всех. С одной стороны, он означает, что мы вдруг сталкиваемся с тем самым антропным кризисом, когда мы понимаем, что у нас нет исключительности в обладании разума, что есть разумные машины, что и они как бы нам говорят, что может быть мы зря так решили, что человек, как вершина, значит, это эволюция, отличающаяся от всей основной природы, потому что мы человек разумный, а все остальные, значит, неразумные. Открытый вопрос, потому что, на самом деле, исследования последних десятилетий, может быть, последних 20-30 лет особенно, вдруг начинают показывать, что другие виды обладают сложнейшими какими-то паттернами взаимодействия, которые мы могли бы назвать культурой, мы могли бы назвать мышлением, сопоставимым по сложности с нашим, морские млекопитающие, в которых, значит, в сложности вот этих вот песен, которые поют хиты, когда ее сейчас начинают анализировать по структурам просто, мы не понимаем, о чем они поют, но может быть, она сложнее, чем то, что австралийских обоременных тоже не было никакой письменности, но потом выясняется, что они вообще не примитивные дикари были, а люди понимавшие очень много, включая там то, как, например, устроена астрономия, закономерности развития экосистемы, многое другое, объясняется, что они все это хранили в песнях, вот, может быть, киты, у которых нет возможности записывать, они для этого не очень приспособлены в воде, тоже все свое знание поют и рассказывают через песни, мы имеем дело с, мы ищем все инопланетян, где-то там в космосе, слушайте, инопланетяне вот здесь, в чем они не инопланетяне, а инопланетяне, мы с ними не научились еще общаться, это только часть вопроса, потому что мы, когда начинаем выяснять, а что такое деревья, как они устроены, что там между ними происходит, вдруг выясняется, что это не тупая деревяшка, как мы обычно говорим, а сложнейшие живые существа, сейчас отстремительно развивается сфера, которая называется нейроботаника, это новая ветвь научных исследований, которая говорит о, ну, назовем пока, нейрофизиологических корреляторах, психической жизни, деревьев, которые говорят о том, что взаимодействие вот этих нервных импульсов между ними, ну, по сложности в лесу сопоставимо с тем, что происходит в человеческом мозгу, при этом мы не понимаем, что это такое, о чем они разговаривают, и так далее, мы даже не врубались, что они там о чем-то разговаривают, мы только-только начинаем понимать, что этот сложный живой мир вокруг нас гораздо более сложный, чем нам казалось, тогда, наверное, нам нужно себя признать частью этого живого, и в том числе разобраться, а мы-то кто здесь, то есть в чем человечность старшего человечного, кто мы такие, в этом всем, и признать, что все другие, которые на этой планете, есть тоже вообще-то субъекты, вот, и тогда нам нужно начать договариваться со всеми этими субъектами, в субъектной позиции, не только между собой, межличностно, например, признать, что в нашем сейчас есть, например, интересы и знания, и практики прошлых поколений, будущих, например, доизначально межвременной договор, межпоколенческий, да, включить в этот договор другие виды, ну и в конечном итоге надо договориться с самими собой, потому что мы тоже сложные существа, и не признаем в себе очень важно в части, и часть процесса договоренности с другими может быть должна с этого и начинаться, вот, и вообще-то для того, чтобы начать договориться, может быть, нам стоит вспоминать о том, что когда-то наши предки знали, а мы почему-то решили отбросить, потому что в момент, когда, значит, научное мировоззрение начало развиваться, оно родилось, как такое яйцо из порочки, да, из, значит, из религии, из теологии, как один из вариантов проверки того, как выглядит, собственно, этот божественное творение, но потом отбросим, собственно, долго борясь с религией в течение 19-20 века, наука, в том числе, забыла и все то, что религия предлагала в качестве некой основы поведенческой, да, то есть морального императива вообще-то в науке нет по природе, и более того, она с этим довольно тоже так борется, активно, по привычке, а это то, что обеспечивает нашу коллективную связность, нашу возможность взаимодействия другим на лучших основаниях, на основаниях лучшей природы внутри каждого из нас. сложный мир, который управляется по другим принципам, который как раз строится на идее экосистемности, как идее взаимосвязанности, единства, но при этом разнообразия всех. И тогда нам, наверное, надо вспомнить, что мы не только, значит, имеем нашу общую человеческие протоколы, как говорят, вечные человеческие ценности, что мы еще часть живого, и в этом смысле мы, зная это живое, вообще-то говоря, знаем изначально о том, как договориться, потому что, когда мы говорим о природе, она все время находится в режимах договоренности всех со всеми, выстраивается и поддерживает сложные системы, вот эти, которым каждый может эволюционировать, развиваться, конкурировать, но при этом есть взаимосвязь и рост сложности. Для этого нам надо, например, признать, что мы, как часть живого, тоже являемся теми, кто распространяет его и помогает ему развиваться. И на самом деле важнейшее такое понятие синтония или конгерентность это то, что помогает нам находить созвучие, согласие в неконкурентной логике в этом живом, выстраивая более продуктивные и в конечном итоге более комфортные для нас, а может быть даже более генеративные для нас самих пространства. Потому что если я говорю про договор с самим собой, это значит, знаете, у меня есть такая потребность, такая и такая. Могу ли я создать мир, в котором они все реализуются, и мне очень хорошо, где я счастлив, где я свободен, где я развиваюсь и так далее. А как я это могу делать не за счет других, а вместе с другими? А как я это могу делать не только вместе с другими людьми, но вместе с другими с другими существами, только в поиске вот этой геременности созвучия внешней, внутренней согласованности. А это невозможно делать, если мы все время считаем, что у нас есть единая верная картина мира, и мы уже заранее знаем, как надо. Потому что мы тут же будем въезжать в то, что часть мира мы не ухватили, он более сложный. И поэтому жизнь сама, например, никогда не имеет единого заготовленного плата. Процесс эволюции предполагает постоянный эксперимент, постоянные прототипы и постоянный рост разнообразия. Именно поэтому сложные экосистемы так сложно устроены, потому что они способны ответить на очень многие вызовы, которые с ними случаются. Они нарастили эту способность, рост разнообразия это то, что красоту удерживает. Я при этом, кстати, не против того, что мы наука, но вообще-то говоря, наука это то, что собирает этот сложный мир. И нам она очень необходима. Это как раз то, что в нашем человеческом мире удерживает и помогает эволюционировать этому сложному. Благодаря тому, что мы говорим, что у нас есть коллективно, накапливаем эмпирически промеряемое знание. Это своего рода ДНК, часть ДНК, с которой мы напрямую работаем на культурном уровне нашей цивилизации. И она работает через простые вещи, через верификацию, через эксперименты и так далее. В этом смысле наука, конечно, часть этого пакета. И часть этого пакета, например, это возникшие буквально в последние десятилетия новая культура, которую можно назвать кибернетинической, сетевой и так далее. Из которой что рождается? Из нее рождается, например, идея, что весь мир это набор софтов, протоколов, способов взаимодействия, игр, если угодно. В игре, между прочим, чему дети сейчас учатся? Дети учатся тому, что можно переиграть. И это другой совершенно паттерн обучения. Потому что взрослые до компьютерной эпохи, они знают, что ошибка наказуема. Ребенок знает, просто из опыта его постоянной игры, он знает, что ошибка это то, что позволяет ему еще раз и еще раз и потом пройти этот уровень. И это, например, родная. А потом он говорит, слушайте, это игра и это игра, а как игры создаются? А игры создаются через программирование. И у него появляется возможность смотреть на это более открыто. Он говорит, я могу такой код написать и такой, а здесь код не работает, я его перепишу. А в этом появляется идея, что, значит, в связанности этих игр, систем и так далее, в сети все это постоянно разбивается, эволюционирует, и там я все время могу и имею право проявлять инициативу и действовать. Это новая культура, которая, кстати, для людей там не старше 25 лет очень органично. Очень органично. Для них не противоречивая. И она дает нам, в том числе, этот самый эволюционный шанс коллективный. Поэтому вот есть такое предположение, что на самом деле, когда мы говорим в том числе про это мышление, мы должны шире смотреть. Мы не только должны смотреть на этот слой мышления, возникающих из научного метода, мы должны смотреть на все компоненты мира восприятия, помогающего нам работать с этой возникающей сложностью, в которую мы должны включить гораздо большее число независимых от друг друга, но параллельно его царевших игроков. Тогда мы должны и новое включить, и посетив их протоколов. И очень старое, например, ну, грубо говоря, шаманский взгляд. Тот самый, который субъектный и живой, и все живое. Вообще-то говоря, традиционный, племенной шаманский взгляд на мир. Даже еще до этого, то, что мы помним как часть живого, до, может быть, начала эволюции нашей культуры. Потому что вот это все вместе начинает быть ответами на кризисы, на удержание развития сложного мира, и на поиск внутренних балансов наших, чтобы друг друга не убивали, а наоборот, убили и поддерживали, и на восстановление баланса гармонии с планетой. Вот. И тогда нам надо начинать вообще-то с чего? Надо начинать с того, чтобы эти паттерны где-то как-то демонстрировать. Через поиск как раз того самого, о чем Миша говорите, способности кооперации, научение доверию, открытость, честность и вырабатка каких-то общих желаний, чтобы они были подлинны, то есть проверяемые реальности, те, которые мы искренне выражаем, которые мы верим, представления. Вот. И часть этого, например, процесс заключается в том, что нам надо перестать всем пытаться быть лидерами настоящими впереди, объясняющими себя, как надо жить. Потому что часть процесса, который собирает это вместе, если мы начнем видеть друг друга этих лидеров, если мы начнем поддерживать друг друга, если мы начнем входить в режим служения друг другу, давая друг другу пас, создавая для друга пространство действия. И это вот другой тип лидерства, который, кстати сказать, одновременно очень новый и очень древний. Потому что сейчас мы его по сути переоткрываем, но вообще-то говоря, идея, что мы можем создавать пространство, вводить правила, но не быть теми, кто объясняет всем, как надо жить, это вообще-то говоря, идея даотского императора. Тот читал Дао Дэ Цзин, он как раз про это говорится. Идеальный император, который по сути обеспечивает правила через свое непрерывное духовное самосовершенствование и контакт с этим самым Дао, а по сути в современном языке, как мы сказали, состоит из процесса эволюции живого, самой жизни, которая развивается. И все только знают, что он есть. И своим присутствием он эти правила обеспечивает. Но он создает пространство, а действуют все остальные. И кстати, про это же самое говорит очень интересный мыслитель Нора Бейтсон. Она в частности где-то год назад опубликовала статью, которая называется «Скрытое лидерство, liminal leadership». Ее недавно один тоже человек, бывший на острове, перевел на русский язык, его можно найти в сети, могу дать ссылки. Она интересная. Она как раз про то, что мы все думаем, что у нас ведут лидеры. На самом деле нас ведет сеть взаимосвязи между людьми, благодаря которой эти лидеры оказываются лидерами. Потому что мы все признаем, что они нам цены. Но дерево не растет само по себе. Она растет благодаря всей взаимосвязи, благодаря солнцу, благодаря почве, благодаря экологическому разнообразию, защищающему и поддерживающему его. Поэтому самое высокое дерево лесу не только потому, что оно само молодец. Ну молодец, там есть гены, там есть его личное старание, но оно молодец благодаря этой взаимосвязи. Вот этой связи всех этих корней, и так далее. И когда мы говорим про технологическое движение, в нем тоже все имеет смысл, только в этой взаимосвязи. В том числе, например, когда мы говорим, что сейчас надо переходить к экономике данных, и так далее. Это все имеет смысл, только когда мы спрашиваем себя, почему мы все находимся вместе, и чем это обеспечено. Мы не должны фокусироваться на этих узких... Мы должны видеть вот это вот... Я попрошу, кстати, перевести ее статью, которая только что она опубликовала, про теплые данные. То есть внутрь этого всего процесса данных, на самом деле, он весь погружен в нашу человеческую взаимосвязь, которую мы не видим, которую мы принимаем как данные. Точно так же, как мы принимали как данные с биосферу, пока вдруг не выяснилось, что мы разрушаем ее быстрее, чем она успевает восстанавливать себя. Поэтому не надо, на мой взгляд, вот мы все время здесь говорим про технологическое развитие, про технологическую кооперацию. Это важно. Это часть принципов удержания нового мира. Мы не пройдем из технологий, которые будут удерживать, собственно, приводить нас в этот новый эволюционный уровень. Но мы при этом не должны фетишизировать, потому что не надо фетишизировать, извините, много перелетов, видите, начинаю заговариваться. Потому что не в них дело, да, дело вот в том человеческом, в нашей способности. Кстати, почему вот кто-то... мы говорили как раз про это. Чего, например, это один из уроков, моих уроков, значит, по поводу острова 10-21. Я считаю, что, как пример того, что, на мой взгляд, не очень продуктивно делать, не надо пытаться прорваться в эту сложность с интенсивами, которых мы выкручиваем себе самим, значит, на максимум, все наши действия прямо сейчас, пытаемся прорваться куда-то, делаем такой подвиг на грани провала, а потом что происходит? Откат. Причем откат происходит часто по физухе. Мы просто обнаруживаем, что мы, например, психологически, физически выгораем, что у нас теряются нормальные отношения с другими и так далее. И, на мой взгляд, нам нужно... И вот это, на мой взгляд, как раз задача, которая в том числе перед нами всеми стоит, нам надо научиться в режиме заботы о себе, в режиме поддержания разнообразия, в режиме коллективной эволюции, синхронизации, в поисках созвучий, научиться естественным образом жить в этой большей сложности. Это серьезный вызов, потому что он предполагает как раз перезагрузку нашей личной культуры и коллективной культуры, но на масштабах даже пускай началом небольших групп. Потому что, конечно, вопрос не в том, что кто-то там, какой-то великий царь или президент, или еще кто-то расскажет нам, как надо жить, и какое у нас будет будущее, а какие-то ученые в секретных лабораториях в США или в Швейцарии или в Японии, еще где-то, его нам соберут. Потому что это вообще не про это, а просто про то, мы, понимаете, вот в этот новый уровень сложности, по всей видимости, мы либо все попадаем, либо все не попадаем. А варианта, что кто-то для всех остальных соберет, а мы все просто пассивные наблюдатели этого процесса, его нет. И поэтому, если мы не начинаем себя рассматривать как прототип того мира, в который мы собираем, если мы вот с вами тут собрались, мы с вами, понимаете, как бы находимся в лидерской позиции. Мы уже отличаемся от других тем, что мы заявили. Это желание понять, разобраться, выработать у себя эти качества, выработать какие-то проекты, найти себе новый способ действия и так далее. И тогда вопрос, в какой мере мы сейчас демонстрируем тот самый тип поведения того мира, который мы хотим видеть. Являемся ли мы носителями того будущего, которое мы в итоге хотим видеть, где мы прошли через эти кризисы и вышли в что-то новое. Для этого, на мой взгляд, в том числе, вот такие пространства, как это здесь сейчас происходит, они несут очень важную роль. Они несут роль свободного пространства, где люди могут договориться о коллективном будущем. Не откладывай это куда-то еще, где кто-то другой об этом, а вы, мы все об этом начинаем договориться. Через как раз эти инструменты мышления, работу с сообщественными группами, порождение и сопровождение деятельности. И вот в этом смысле конструкции, которые здесь приходят как элементы, значит, вот этой работы, они до этого нужны. Для того, чтобы наработать эти паттерны новой кооперации. Для того, чтобы нам не просто удержать ту сложность, которая была, потому что не надо ее удерживать, она явно нас не туда ведет, а надо нащупать какую-то новую. И, кстати, здесь очень интересно, я уже заканчиваю, значит, то, что мы видим, например, какой голос постоянно не включен в конструирование будущего, создание будущего. На самом деле, новое поколение. Дети, подростки вынуждены были исторически всегда как бы принимать. А сейчас мы находимся вот в этом эволюционном кризисе, где не факт, что у взрослых есть все ответы, а у детей их нет. Может быть, они наоборот, есть как раз больше у детей, более тонко, острое и правильно чувствующих мир. Вот, как там было в одном известном древнем рюкземном тексте «Будьте как дети». И поэтому, а когда мы с ними начинаем говорить о будущем, вот у нас есть специальный проект называется «Голос детей», мы спрашиваем, какая одна из главных опасений. То, что взрослые говорят не договорятся, будущее просто не наступит. Но это и как бы, это означает не просто буквально, то, что я вам показываю, это и есть, собственно. Мы способны на этом масштабе, планетарном масштабе, договориться друг с другом. Или нет? Пока нет. Пока нет. Ну, надо учиться. И вот, значит, на чем я хотел закончить, что, и эту историю некоторые уже слышали, но мне она просто кажется очень, так сказать, архетипичной такой, да, про будущее, о котором мы уже не договорились. То, с чего я начал как раз, когда я сказал, что в 88-м году я знал, что будет. И очень многие знали, потому что тогда были проложены такие четкие рельсы, кто-то был комсомольцем, кто-то коммунистом, кто-то только родился, но большинство людей представляло себе, как будет выглядеть мир и их успех. И вот, лет за 10 до моего рождения как раз, было вот это прекрасное мероприятие по строительству одного из заводов Росатома, где в процессе строительства комсомольцы, значит, строившие его, заложили капсулу времени и послали в будущее, в 2017 год, сообщение. Ну, и мы понимаем, примерно, что там было написано, сказать, мы вот тут строим, коммунизм, ну, вы-то его уже, наверное, построили, вы, наверное, уже на Марсе там и так далее, и мы вам передаем пламенный привет и так далее, значит, мы вот страдали и так далее для того, чтобы у вас все случилось. Ура! Но, когда было планировано, значит, торжественное мероприятие по вскрытию капсулы, обнаружили, что капсулы нет, что она пропала. И его мероприятие вот отменили. Потом провели служебное расследование и выяснилось, что за год до этого на этом предприятии был ремонт и два таджика вскрыли, значит, нишу, в которой лежала капсула, распилили капсулу, сдали ее на металлолом. Вот. И у меня в этом смысле такой открытый вопрос. Вот, может быть, мы там встроим какое-то светлое будущее, очередную, значит, там, инициативу или еще это, ночами не спим, не доедаем и так далее. А там в будущем кто-то нашу эту замечательную капсулу со всеми лучшими нашими пожеланиями уже пилит на металлолом и сдает, значит, для того, чтобы просто иметь возможность еще раз дошрак поесть. Вот. Поэтому вопрос, может быть, нам в другой логике действовать? В логике нас, как прототипов этого будущего, и тогда мы точно будем знать, что мы создаем ту самую будущую, в которой мы хотим быть. Чуя нам всем и желаю. Спасибо. 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 Спасибо.